Соня Белкина из Исселькуля Только за рубежом от подобного недуга того или иного вида страдают 4 ребенка из 100 тысяч. Первую операцию на гортане Соня перенесла уже в 11 месяцев. Однако полностью эту болезнь в России не лечат. Тогда Сонина мама нашла клинику в Корее, где проводят инновационные процедуры по лечению папилломатоза. Мы не волшебники, но мы разработали такой метод, чтобы у пациента была возможность достичь выздоровления. Раньше мы могли только проводить одну операцию за другой, таким образом лишь продлевая жизнь. Сейчас мы достигли того, что можем обеспечить выздоровление пациента. Особенность Сонечкиной болезни в том, что для полного излечения необходимо пройти целый курс дорогостоящих операций. Несколько первых этапов стоили порядка 3 миллионов рублей. Откликнулись неравнодушные. При помощи благотворительных фондов и средств массовой информации удалось собрать все необходимые средства. Однако для полного излечения Сони потребовалась четвертая, финальная операция. Денег в фонде не осталось, родители практически отчаялись. Но тут корейский Минздрав согласился провести операцию и помочь Соне абсолютно бесплатно. В этот раз мы бы, если бы не корейский Минздрав, мы бы уже сюда не попали. Но у нас уже все, мы выдохлись. Люди помогали нам, очень хорошо помогали, но они тоже устали бесконечно, не помогают. Помогают один-два раза. Мы на третью операцию уже кое-как, на третье лечение. На четвертую у нас вообще не было. Это вот спасибо большое Минздраву. Мы даже не ожидали такого, когда они согласились нам оплатить лечение. Для нас это было счастье. Сейчас я нахожусь в операционной, где буквально через 10 минут начнется процедура по удалению из Сониной гортани папиллом. Операция настолько кропотливая, что посторонних на нее не пускают. Докторам мешают разговоры. Хирург, используя свои волшебные руки при помощи 7-миллиметровых щипцов, удалит из гортани и трахеи папилломы, а после обработает пораженные участки лазером. Если все пойдет хорошо, уже в августе Сонина мама сможет насладиться громким смехом своего ребенка. Операция проходит под общим наркозом. В первую очередь хирург удаляет зараженные ткани и наросты при помощи специальных щипцов. Изготавливаются они под руки доктора, для того, чтобы было удобнее работать, не повреждая нормальные клетки. Потом он обрабатывает участки лазером. Особенность такой обработки в том, что лазерной терапии подвергаются участки, зараженные вирусом папилломы человека, и при этом практически не повреждаются здоровые ткани. В восстановлении Сони после такой процедуры пройдет быстро и практически безболезненно. После операции доктор показывает родителям Сони, каких успехов удалось достичь в этот раз. Все этапы манипуляции фиксируются, можно проследить, как изменилось течение болезни с первой процедуры по последнюю. В этот раз каких-либо посторонних тканей и наростов в Сониной гортане и трахеи доктор не обнаружил, и это хороший результат. Мы предполагаем, что скорее всего это уже будет последний этап нашего лечения. В следующий раз, когда она приедет, мы проверим, и если нет никаких подозрительных тканей в трахеи и гортане, то можно будет полностью убрать трахеостому. И таким образом Соня сможет нормально дышать носом и ртом. Впрочем, особенность этой благотворительной программы не только в операционной методике. Помимо оплаты процедуры по удалению папиллом, азиатский Минздрав оплачивает все сторонние расходы. Только перелеты проживания на первых стадиях стоило Сонинам родителям сотни тысяч рублей. Более того, чтобы восстановление ребенка прошло успешно, ей выдают все необходимые медикаменты. Во-первых, и лечение было намного сложнее, чем дальше. Операции намного меньше, намного легче она от них отходит, чувствует себя уже лучше. Но в этот раз, конечно, все, что для нас тут делают, игрушки покупаются, как бы все. Соня даже домой ехать не хочет. Из-за болезни, постоянных проблем с дыханием и приема гормональных препаратов ребенку очень тяжело психологически. В Корее Соня смогла посетить зоопарк, посмотреть достопримечательности Сеула. Все это тоже оплачивает корейский Минздрав, и это входит в программу лечения. Прошлые три поездки, конечно, мы были только больница, отель и все. Не было у нас средств кататься, развлекаться, как бы так. Ну, однажды в зоопарк один раз мы сходили, то есть у них здесь это бесплатно. Еще в России у Сони в горле стояла так называемая трахеостомическая трубка. Несмотря на то, что с ее помощью Соня могла нормально дышать, она доставляла серьезные неудобства, особенно во время еды. Более того, трубку приходилось постоянно прочищать. Корейские врачи закрыли клапан трахеостомы. Теперь Соня может самостоятельно дышать полной грудью. Не говоря уже о том, что мама Сони впервые услышала полноценный голос своего ребенка. Наш волшебник даже не ожидал такого результата. Соню уже перекрыли трубочку. Сейчас она ходит с трубочкой, но она закрыта, она дышит сама, носом, ртом. У Сони появился голос. Вот два месяца уже, как мы разговариваем. Логопедически, конечно, плохо, потому что столько лет мы молчали. Но голос есть, кричим. Она не может нарадоваться теперь только и разговаривает, разговаривает, поет. Снова приехать в Сеул Соне вместе с мамой придется уже в августе для того, чтобы убедиться в отсутствии рецидива. Особенности поэтапного лечения, необходимость практически постоянно наблюдаться у докторов, тоже вызывает переграды на пути к заветному выздоровлению. Очень важно, чтобы пациенты соблюдали то, что нужно соблюдать до и после операции. Благодаря тому, что Соня соблюдала все требования по диете и медикаментам, удалось добиться определенных успехов в лечении. Как вы знаете, одного этапа лечения редко бывает достаточно. Гораздо чаще приходится приезжать и второй, и третий раз. А если приехать только один раз, наоборот, получается. Если приехать один раз и потом не приехать, то смысла в лечении нет. Это только травмировать ребенка очень сильно. И потом все равно все надо заново начинать. Это неправильно. Поэтому мы стараемся именно помогать тем деткам, кто начал лечение и кто знает, что он доведет его до конца, у кого есть на самом деле шансы на то, что они уже вылечатся. В рамках благотворительной программы Корейский Минздрав приглашает детей из семей, которым не по карману лечение тяжелых заболеваний, в том числе и папилометоза. Среди стран, попавших под программу, наряду с Казахстаном и Китаем, оказалась и Россия. Квота совсем небольшая из ста детишек, нуждающихся в лечении. Оказать помощь бесплатно получается только одному ребенку. Скажите подробнее, на каком проекте детям помогают, больным и тем, помогают вашим центром Корейфонсу? Это проект медицинской благотворительности для детей из малообеспеченных семей. Его проводят обычно два раза в год. К сожалению, в последнее время данную программу все-таки сократили, ввиду того, что кризис во всем мире. Но тем не менее, наш центр все равно старается принимать участие в данной программе, и помогать деткам по максимуму. Обычно берут два раза в год двух детей из каждой страны. Допустим, Россия или страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан или Украина, и также Китай. В данных странах больше всего детей с тяжелыми заболеваниями, такими как папиломатоз гортани, или заболевания сердца, или других каких-то тяжелых проблем у деток. Если все пойдет хорошо, Соне больше не придется путешествовать по операционному. В случае, если во время финальной проверки доктора не обнаружат никаких подозрительных тканей, ей полностью удалят рахиостому. А пока маленькая Соня Белкина благодарит корейских волшебников и, впервые слыша собственный голос, пытается читать стихи. Только на лечение маленькой Сони из Исилькуля Минздрав Кореи в этом году выделил чуть менее миллиона рублей. А ведь приезжают сюда лечиться бесплатно каждые полгода по одному ребенку. Может быть, это и не последний курс, да, возможно, кому-то придется приехать еще. Но видя, как радуется четырехлетний ребенок каждому заветному шашку к выздоровлению, понимая, что время и деньги были потрачены не зря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова